Общественная этика, социальные права и их влияние на просветание общества и создание его цивилизации. Хвала Аллаху Господу миров, который говорит в своей священной книге Скажи, воистину, мой Господь наставил меня на прямой путь. На правильную религию, веру Ибрахима, истинно Единобожие, он не был из-за числа многобожников. Сураскод, аят 161. Я свидетельствую, что на Божество, кроме Единого Аллаха, у которого не сотоварища, и свидетельствую, что наш господин Пророк Мухаммад, его раб и посланник, который в достоверном хадисе сказал, Аллах меня воспитал, и каким же прекрасным сделал это воспитание. Да благословит Аллах Пророка Мухаммада и его семейства сподвижников, и тех, кто последовал за ними искренне вплоть до судного дня. А затем, Ислам пришелся целостным методом, который организует отношения между человеком и его Господом, между человеком и людьми, и между человеком и всей Вселенной. Причем, Исламский шариат изобиливает многими системами и общественной этикой, которые способствуют развитию, прогрессу и просветанию общества, включая этику просьбы разрешения войти. Ислам приписал просьбу разрешения и считал ее асламской моралью, которая защищает конфиденциальность людей. В связи с этим, Аллах Слава Ему и Величие говорит, А те, которые уверовали, не входите в чужие дома, пока не спросите позволения, и не поприветствуйте миром их обитателей. Это лучше для вас, быть может, вы помените назидание. Сура Свет, Аят 27 Кроме того, пророк, мир ему благословен Аллаха, научил нас, как следует просить разрешения войти. Нужно начинать с приветствия и представлять себя по имени. Как-то раз один мужчина попросил разрешения войти в дом пророка, чтобы благословить его Аллах и приветствует, сказав, могу ли я войти? Тогда посланник Аллаха, чтобы благословить его Аллах и приветствует, предвели своему слуге, выйди к этому человеку, научи его, как следует спрашивать разрешение, скажи ему, чтобы он говорил, мир вам, можно ли войти? И этот человек выслушал его, а потом сказал, мир вам, можно ли войти? После чего пророк да благословит его Аллах и приветствует, разрешили ему войти, и он вошел в дом пророка. А также, со слов Джабера, да будет доволен им Аллах, сообщается, я явился к пророку да благословит его Аллах и приветствует, постучал в дверь, пророк сказал, кто это такой? Тогда ответил, я. Пророк, мир ему благословение Аллаха, отреагировал на это, сказав, я, я. Как будто он ненавидит такой ответ. Человек должен также смотреть вниз и не находиться прямо перед дверью. Посланник Аллаха да благословит его Аллах и приветствует, сказал, и спрашивать разрешение было велено из-за нескромных взоров. А также, садеб на обед, да будет доволен им Аллах, передал, я попросил у посланника Аллаха, мир ему благословение, разрешение войти, находясь прямо перед дверью. Тогда пророк да благословит его Аллах и приветствует мне приказал, ни в коем случае не спрашивая разрешения, находясь прямо перед дверью. Более того, передается, что посланник Аллаха, да благословите его Аллах, приветствует обычно и спрашивая разрешение войти, стоя слева или справа от двери Он, мир ему благословения, никогда не входил в какое-нибудь место без разрешения Ислам также нам повелел соблюдать общие правила, касающиеся дорог и общественных мест Пророк, да благословите его Аллах и приветствует, сказал, ни в коем случае не следует вам сидеть на дорогах Люди сказали, а посланник Аллаха, ну мы обязательно должны собираться, ведь там мы беседуем друг с другом Тогда посланник Аллаха, да благословите его Аллах и приветствует, сказал, если уж вам непременно нужно собираться там, то по крайней мере воздавайте дороги должной Люди спросили, а что значит воздавать должной дороги, а посланник Аллаха? Он ответил, это значит потуплять взоры, никому не причинять вреда, отвечать на приветствие, побуждать к одобряемому и удерживать от порицаемого Посланник Аллаха, да благословите его Аллах и приветствует, также сказал, вера включает в себя более семидесяти или шестидесяти ответвлений Наилучшим из которых является произнесение слов «нет Бога, кроме Аллаха», а наименьшее устранение с пути того, что наносит вред людям И стыдливость – одно из ответвлений веры Итак, тот, кто ползается дорогой или общественным учреждением, не должен повышать голос, говорить умно, смеяться громким голосом и выбрасывать мусор на дорогах Скорее, необходимо положить бытовые отходы в мусорное ведро и отказаться от всяких неприятностей А также запрещается блокировать дороги и наносить вред прохожим путем физического или словесного преследования Ислам также нам повелел соблюдать этику, касающуюся чистоты Он считает полное очищение тела, одежды и места неотъемлемой частью шариата Что указывает на его актуальность с точки зрения человеческого поведения и цивилизационных ценностей Поэтому Ислам призвал к этиченному комплексу, который делает человека привлекательным и приятным Причем всемогущий Аллах восхваляет верующих, которые стремятся очистить свое тело, внешность и внутренность Священный Аллах сказал Воистину Аллах любит кающихся и любит очищающихся Сура корова, аят 222 Кроме того, посланник Аллаха, мир ему благословение, Аллаха сказал Поистине, Аллах прекрасен и любит прекрасной Он чист и любит чистоту Пророк Мухаммад, мир ему благословение, Аллаха так же говорит Чистота – половина веры Джабри ибн Абдуллада будет доволен Аллах им и его отцом Передает Посланник Аллаха, мир ему благословение, зашел к нам и увидев человека с зирощенными волосами Сказал Неужели он не нашел ничего, с помощью чего можно привести в порядок волосы? А увидев другого человека в грязной одежде, он сказал Неужели он не нашел воды, чтобы постирать одежду? Пророк, мир ему благословение, Аллаха так же призвал очистить зубы Чтобы защитить рот от отвратительного запаха и не причинять другим вреда любым неприятным запахам Который оттолкнул бы людей Посланник Аллах, мир ему благословение, сказал Если бы я не считал, что для членов моей общины это будет тяжело То обязательно велел бы им чистить зубы зубочисткой каждый раз перед совершением молитвы Ислам заложил основы этики, касающиеся общения Ибо диалог это средство знакомства и исправление неправильных понятий Ислам широко открыл двери к общению между всеми людьми С теми, чтобы направиться на праведный путь без какого-либо смущения или ограничения Однако диалог должен быть в стороне от оскорблений, иронии или презрения Всевышний Аллах сказал И веди спор с ними наилучшим образом Сурабчоли, аят 125 Скажи моим рабам, чтобы они говорили наилучшие слова Сурабчоли, аят 53 Посланник Аллаха, мир ему и благословение, Аллаха сказал Правоверный не должен порочить или проклинать людей И не должен быть грубым и бесстыдным Таким образом, общение должно быть основано на определенных принципах Таких как крепкое знание, доброе увешивание Объективность и внимательность ко времени возникновения ситуации При общении человек должен проверить подлинность информации и вести И не спешить их передавать Всевышний Аллах сказал А вы, которые уверовали Если к вам придет нечестивость с какой-либо вестью То разузнайте, в чем дело Чтобы не поразить по невидению невинных людей А не то вам придется раскаиваться в том, что вы совершили Суракомнат и аят чест Пророк, мир ему и благословение, Аллаха сказал Рассудительность от Аллаха, а поспешность от шайтана Он, да благословит его Аллах и приветствует, также сказал Человек должен неторопливо действовать во всем Кроме деяния ради последней жизни А также достаточно для человека лжи Если он рассказывает все, что услышит Итак, человеку не стоит повторять или участвовать в распространении слухов Потому что они распространяются, когда языки их передают Уши их внимательно слушают И души их принимают и верят Всевышний Аллах сказал Вот вы подхватываете ложь своими языками Передаете устами то, чего не знаете И полагаете, что подобный поступок незначителем перед Аллахом А ведана, то есть ложь Великий проступок Сурасвет, ая 15 Более того, Пророк, мир ему благословение, Аллаха сказал Пусть тот, кто верует в Аллаха и в последний день Не причиняет вреда своему соседу И пусть тот, кто верует в Аллаха и в последний день Оказывает гостеприимство своим гостю И пусть тот, кто верует в Аллаха и в последний день Говорит благое или молчит Ислам призвал нас также понизить голос, то есть не говорить так громко, особенно в присутствии значимых людей. Лукман посоветовал своему сыну, сказав, А также Всевышний Аллах похвали тех, кто понижает свой голос, особенно в присутствии пророка Мухаммада, мир ему в благословении Аллаха, сказав, Суракомнаты аят 3 Вот что я хотел бы сказать, я прошу Аллаха прощения и для меня, и для вас. Квала Аллаху Господу миров, мир и благословение Господню всех людей, пророку Мухаммаду и его семье, сподвижникам и всем, кто посидовал за ним вплоть до судного дня. А мои братья в исламе. Мусульманин должен обладать и другой жизненно важной общественной этикой, включая оказание помощи любому, кто зовет на помощь. Пророк сказал, к добрым делам относятся возвеличивание Аллаха словами «Аллаху Акбар», произнесение слов «Субханаллах», воздавание хвали Аллаху словами «Альхамду лиллях», произнесение шахади «Ла Илляха Илллах», попросить прощения у Аллаха словами «Астафируллах», приказывать одобряемое и запрещать порицаемое, устранение колючек, костей и камень с дороги, по которой ходят люди, провести слепого туда, куда ему нужно, объяснить глухому или немому, так, чтобы они поняли, указать тому, кто ищет что-либо, если ты знаешь, где оно находится, бежать во весь опор, чтобы выручить того, кто зовет на помощь, напрячь своих рук и помогая слабому, все это является милостяней за себя. Оказание помощи слабым и людям с особыми потребностями. Ведь социальная интеграция представляет интерес для богатых прежде бедных, потому что она уравновешивает жизнь. В связи с этим имам Алида будет доволен им, Аллах сказал, Аллах приписал в имуществе богатых пропитание бедных, и так бедный голодает только в том случае, когда богатый прибегает к скопости, тем самым Всевышний Аллах непременно спросит его об этом. Эта забота является прекрасным дополнением к общенациональному балансу, так как забота о таких людях – это право и обязанность общества. Ибо всемогущий Аллах близок к тем, чьё сердце разбито, и милостив к тем, кто помилует своих рабов, не пренебрегая ничем из одобряемого шариатом, даже хорошим словом. Посланник Аллаха, мир ему благословение Аллаха, сказал, «Не пренебрегайте добрыми делами и не считайте слишком малым встретить своего брата с радостным лицом». Пророк Мухаммад, мир ему благословение Аллаха, также сказал, «Разве оказывается вам помощь и даётся удел, кроме как по причине слабых среди вас? Ведь Аллах будет оказывать помощь своему рабу, пока сам раб оказывает её брату своему». Большое почтение к старикам. Необходимо уважать стариков почётно и мягко обращаться к ним, не оскорбляя их. Так, надо учитывать их старости, то, что они стали мусульманами до нас. В то же время старшие должны милосердно относиться и смилостивиться над младшими. Посланник Аллаха, да благословите его Аллах и приветствует, сказал, «Если молодой человек оказывает пожилому старику почёт, то Аллах пошлёт ему того, кто будет заботиться о нём самом в старости». Уважение к старикам является одним из проявлений величия, милости, терпимости и справедливости ислама и одним из признаков заинтересованности ислама в почитании человека. Пророк, мир ему благословение Аллаха в другом хадисе говорит, «Поистине признаком почитания Аллаха Всевышнего является проявление уважения по отношению к седому мусульманину, человеку, помнявшему Коран наизусть, который не приступает к границе и не чуждается, и справедливому правителю». А также он, да благословите его Аллах и приветствует, сказал, «Не является из нас тот, кто нисходителен к младшим и, не зная почётность к старшим, не приказывает одобряемой и не запрещает порицаемой». Между тем, правильное понимание терпимости ислама не требует, чтобы такой старший был мусульманином. Передаётся, что Пророк да благословите его Аллах и приветствует, дал милостыню еврейским домочадцам, что указывает на допустимость дать милостыню немусульманам. А также Умар ибн Абдул-Азизда однажды отправил подчинённому ему правителю Басре письмо, сказав, «Посмотри среди немусульманского населения и выдели деньги из общественных финансов мусульман, столько, сколько устраивает дела престарелых, слабых и неспособных к труду». С другой стороны, право общества состоит в том, чтобы его члены принимали во внимание общественные интересы. Так, например, можно обсудить один вопрос – прирост населения. Здесь стоит сильно подчёркивать два момента. Во-первых, некоторые люди озабочены только тем, что они состоятельные и богатые, поэтому думают, что они имеют право родить много детей. Однако дело не только в состоятельности, но и в воспитательной способности, и в всём, что охватывает аспекты внимания и заботы. Под этим не подразумевается только индивидуальная способность, но дело выходит за рамки возможностей отдельных лиц к потенциалам стран относительно предоставления услуг, которые не могут быть предоставлены индивидуальными людьми самому себе. Следовательно, состояние и потенциал государства являются одним из наиболее важных факторов, которые необходимо учитывать во всех аспектах процесса народонаселения, так как кто хочет жить только для себя, тот не заслуживает родиться. Поистине неконтролируемый рост населения оказывает влияние не только на отдельного лица или семью, но и может нанести большой ущерб государствам, которые не учитывают научные принципы при решении вопросов народонаселения. А общерность и возраст данной проблемы не измеряются индивидуальными стандартами в отрыве от обстоятельств стран и их общественных возможностей. Во-вторых, сильная малочисленность лучше, чем скудная слабая многочисленность, что назвал пророк Мухаммад, мир ему и благословение Аллаха, рассеянной в потоке мутью. Поскольку исключительные обстоятельства, с которыми сталкиваются некоторые страны, в условиях, не позволяющих им обеспечить основные элементы здравоохранения, образования и инфраструктуры, при неконтролируемом росте населения, любой здравомыслящий понимает, что если качество и количество сталкиваются, то приоритет должен отдаваться качеству. Итак, сильная малочисленность бывает лучше в тысячи раз, чем скудная слабая многочисленность. Это потому, что многочисленность, которая причиняет слабость невежества или цивилизационную отсталость и является тяжелым бременем для государственных ресурсов и возможностей, и есть многочисленность, которую пророк Мухаммад, мир ему и благословение Аллаха, назвал рассеянной в потоке мутью. Это слишком вредоносная и бесполезная многочисленность. О Аллах, веди нас к лучшим нравам, ведь никто не может привести к ним, кроме Тебя. И обереги нас от скверных нравов, ведь никто от них не может уберечь, кроме Тебя. О Аллах, сделай нас из числа Твоих искренних рабов. Субтитры создавал DimaTorzok